приветствую всех у себя на канале мои дорогие подписчики и гости моего канала в день рождения своего внука я решила его порадовать и приготовить вот такой вот торт киткат самым демсом все ингредиенты вы также найдете в описании под видео поэтому подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны и приступим к приготовлению начинаю с приготовления бисквита для этого мне понадобится семь яиц сначала их вот так вот венчиком немножко взбиваю и 225 грамм сахара это пропорции у меня для бисквита диаметром 23 сантиметра теперь взбиваю все миксером миксер у меня простой ручной поэтому взбивать буду минут 20 если у вас мощный миксер вам будет достаточно 7 минут масса при взбивании значительно увеличивается в размерах и приобретает такой плотный молочный цвет взбивала я ровно 20 минут и вот такой вот консистенции должна получиться масса теперь сюда добавляю разрыхлитель 2 чайные ложки и один пакетик ванилина и постепенно добавляю просеянную муку не сразу все добавляю понемножку чтоб аккуратно перемешать чтоб смех не опала перемешиваю аккуратно нежно и смотрите чтоб никаких комочков не было вот такой вот консистенции тесто должно получиться выпекать буду в форме диаметром 23 сантиметра низ формы я застелила пергаментной бумагой а по бокам формы я поставлю вот такой вот бортик из бумаги для того чтоб когда бисквит поднимется выше формы ему ничего не препятствовало и все происходило равномерно пергамент я смазала маслом и таким образом он у меня очень плотненько прилипает форме заливаю бисквит форму и равномерно его распределяю выпекаю бисквит хорошо разогретой духовке 40 минут при температуре 170 градусов когда бисквит будет готов сразу не достаю оставляю его еще минут на 10 в духовке при открытой дверце снимаю бисквит с формы посмотрите какой шикарный он получился переворачиваю бисквит чтоб верхняя часть у меня была ровная и оставляю его отдыхать на 6 8 часов бисквит у меня уже простоял всю ночь и сейчас с утра я уже приступила к сборке торта разрезаю бисквит ножом на три части также его можно разрезать при помощи нити либо при помощи специальной струны для резки бисквитов посмотрите какой шикарный очень мягкий бисквит получился для приготовления крема мне необходимо 350 миллилитров охлажденных сливок жирностью 33 процента 350 миллилитров сгущенного молока начинаю сначала взбивать охлажденные сливки когда сливки немного подзагустеют добавляю сгущенное молоко и продолжаю взбивать до полного загустения крема такой крем готовится очень просто быстро и получается очень вкусный вот теперь уже все готово для сборки торта на подложку для торта выкладываю нижний корж пропитываю его натуральным кофе пропитка делается чтобы торт был мягенький сочный чтоб коржи не были сухие выкладываю крем и равномерно его распределяю собственно таким вот образом и собираю все коржи смотрите что я изначально не сделала и сейчас пришлось переделать под подложку я застелила пергамент и потом когда торт будет собран я ее уберу и таким образом подложка останется чистой и не заляпанной выкладываю второй корж и также корж пропитка крем верхний корж торта пропитываю с внутренней стороны теперь весь торт со всех сторон нужно обмазать кремом теперь можно приступить украшению торта у меня две больших пачки мм дэмс одна пачка с орехами и одна пачка простая с шоколадом и шоколадки киткат киткат разделяю на такие вот единичные палочки по краю торта выкладываю шоколадные палочки чтоб палочки хорошо держались торт можно перевязать лентой или как это сделаю я закреплю ацетатной лентой теперь смотрите я скотчем соединила 4 простых питьевых трубочки они у меня будут как держатель для пакетика мм дэмс делаю в торте ножом надрез и в него помещаю эти вот трубочки эту трубочку я смазываю растопленным шоколадом и на этот шоколад буду крепить шоколадный мм дэмс я сильно растопила шоколад и нужно подождать когда он немного подостынет и загустеет потому что на таком жидком мм дэмс ползает сверху торта выкладываем мм дэмс перемешку и ореховый и шоколадный вот такой вот красивый и интересный тортик у меня получился осталось доделать только трубочку но на улице очень жарко и шоколад естественным путем у меня долго застывает поэтому торт я уберу в холодильник и доделаю чуть позднее я не кондитер я любитель поэтому строго меня не судите в разрезе торт у меня показать тоже вам не получится так как он уезжает в детское кафе поэтому придется вам поверить мне на словах внутри торт получился очень мягкий очень сочный и что мне очень понравилось так это идеальное сочетание крема и бисквита торт в меру сладкий неприторный кушаешь и действительно наслаждаешься невероятным вкусом всех благодарю за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии вам не сложно а мне приятно до новых встреч всем пока пока